2014 год, то увидим, что, к примеру, за 2014 год средняя цена клика составила 7 рублей, там, 3 копейки. Количество заявок было 541, стоимость заявки 681 рубль, заявка по площадкам была 44 с контекста заявок, с поиска 497. Цена клика по размещениям за 2014 год по всем направлениям была 8 рублей в премиум размещении, в остальных 5,43. CTR по размещению также на все направлениям составил в премиум размещении 13%, в остальном 1,717. Да, то есть все перестроится под самосвал за 2014 год. Да, сейчас вот буквально. Да, вот на самосвал было потрачено 22 тысячи рублей. Средняя стоимость клика в 2014 году по направлению самосвал составляла 3,44 рубля. Количество кликов суммарно по всем компаниям, по самосвалу включительно, распределились по месяцам вот так, в таком количестве. CTR по размещениям в премиум размещении за июнь месяц был 17%. Остальное было 2,59%. Цена заявки по площадкам в поиске была 2053 рубля по направлению самосвал. Всего заявок было 4, да. Да, я понял, но у нас на презентационный материал вот есть панели, которые по Яндекс.Директу, да. Потом по CRM-системе можно посмотреть, как бы, и по 1С больше уже, по деньгам, денежным средствам в компании. То есть, пойдем дальше, да. Да, Яндекс.Фразы и площадки. Здесь топ кликабельных фраз можно отслеживать, по которым переходят к вам на сайт. Клики по направлениям, то есть, ну, также выберем какое-нибудь направление, к примеру, буржуй, да, к примеру, выберем. Было 4 тысячи кликов по направлению буржуй. Вот все фразы для этого направления, топ кликабельных фраз. По направлению буржуй на сайт больше всего переходит по запросу купить бизнес, да. Цена заявки по направлению буржуй в Яндексе стоила 20 тысяч рублей. Ну, и тут... Это просто название, презентационный материал, да. Давайте чуть-чуть другое какое-нибудь поставим, чтобы больше площадок вошло. Вот, к примеру, да, направление XMG. Самая кликабельная фраза, да, XMG, то есть, больше всего перешло по этой фразе. По площадкам в размещении в Bingo самая дорогая была цена полторы тысячи рублей. То есть, самая дешевая сейчас постараемся найти. Вот так развернуть можно, посмотреть каждый график. Самая дешевая была в Splycy.ru, там 4 рубля, да, с чем-то цена заявки стоила. Вот так заявки распределялись по площадкам, по стоимости. От самой дорогой к самой дешевой. По направлению XMG также клики по ключевым фразам. Вот ключевая фраза, расход на каждую ключевую фразу, количество кликов на каждую ключевую фразу, CTR каждой ключевой фразы, сколько заявок пришло с этой фразы и сколько стоила заявка по этой фразе, по каждой, по направлению XMG. Если уберем XMG, то все фразы просто станут перестроиться автоматически. Дальше. Цена заявки, это уже к метрике больше относится. То есть, вот цена заявки по годам, в 2014 году она стоила 681 рубль, в 2015 – 581 рубль. Если погрузимся в год 2014, то увидим кривую по каждому месяцу, сколько стоила заявка в каждом месяце. То есть, вот в мае была самая дорогая заявка – 1000 рублей, самая дешевая была в октябре – 404 рубля. Так цели выполнялись каждый день в 2014 году. Весь реестр целей, да, то есть, так цели по регионам, уберем 2014 год. Вот, цели по регионам всего выполненных, цели по городам, цели по рекламным кампаниям, каждая рекламная кампания отдельно, цели по ключевым фразам, по каждой ключевой фразе отдельно. То есть, вот все рекламные кампании, сколько целей по ней выполнялось. Больше всего цели выполнилось по тягачам, к примеру, да, направление тягачи – вот эти все цели, которые выполнялись каждый день, каждый из дней. вот этот месяц, кривая месяцев, и сколько стоила цена заявки по направлению тягачи по этой рекламной кампании. Так цели распределились по регионам, так цели распределились по городам. К примеру, если обновляется Яндекс показатель, или обновляется раз в сутки, потому что сам Яндекс отдает показатели раз в сутки, можно забирать один. Все остальные показатели обновляются практически в формате онлайн, там плюс пару минут. CRM-система разработана. Да. 1С тоже разрабатываются коннекторы, которыми забираются данные. То есть это... Нет, то есть мы забираем данные к себе, а вы на своих панелях уже видите, у нас они автоматически на наших серверах, в нашей базе данных собираются, выстраиваются вот в эти графики, у вас никаких загрузок не происходит. То есть вы заходите, у вас просто графики меняются постоянно. Да, да, понял. То есть так же, как у вас там изменяют люди, вносят какие-то данные, эти данные автоматически попадают к нам в базу данных и выстраиваются автоматически в эти графики. То есть вот так это происходит. Мы забираем, да, то есть в свои базы. Да, то есть это так, да. Угу. Понял. Давайте я этот вопрос как бы уточню с 1С, хорошо? Помечу себе. Что скажет про 1С, да, техническая команда наша, с работой с 1С. Нет, менять нам ничего не надо, нам нужны сами данные, чтобы их выстраивать. То есть там, когда... Да, там какие-то... Чтобы мы просто видели их, я чуть-чуть не пойму, что значит чтение. А, да. Да, изменить мы их так и так не сможем, это нужна работа с 1С, да? То есть нам их, вот, чтобы менять, нам это не надо. Да, да, да. То есть уже которые на данный момент есть в базе. Сами мы там дописывать что-то, как бы это нам не надо. Угу. Не понял, чуть-чуть переспросите. Да. 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 То есть в течение пяти минут происходит обновление. То есть как ваши люди занесли данные в 1С, да? Вот занесли они данные, допустим, там, в 11.30. Панели у вас меняются с учетом новых данных примерно в 11.32, там, в 11.35 в это время. Ну, для начала, чтобы построить нам панели, да? Ну, нам же нужны все данные, а потом, которые, когда уже готовы панели, то есть с этими цифрами, то есть с такими цифрами, допустим, у вас цель выполнилась две, ну, не касательно метрики, сейчас объясню, а, допустим, по... Давайте на строительство переключимся. Допустим, вот у вас человек написал, что выплаты по статьям он отдал там на зарплаты, выплатили зарплаты на плюс еще к этой сумме, допустим, на 30 тысяч, да? И вот здесь изменится показатель, там, 560 тысяч станет. Как бы только... Да, затем запер... Да, да, слушаю вас. Это статьи расходов, то есть идут... Это должно ввестись у вас в учете 1С, на что у вас тратятся деньги. Да, это все должно фиксироваться, чтобы мы могли это визуализировать, да. То есть для этого... Да, да. Да, да. Да, да, правильно. То есть это вносится, допустим, в 1С у вас, да, потратили там 12 тысяч, к примеру, на бумагу. И отображается бумага, там 12... Ну, там, показатель меняется ее. То есть мы, да, мы должны... Для этого и производится аудит, чтобы выяснить, то есть как настроены системы, можно ли, в принципе, это забирать. По заявкам, да, дальше пойдем по Яндекс.Директу. То есть рекламные кампании также детально можно смотреть. Все рекламные кампании, которые есть у вас в маркетинге, да, в рекламе, объявления в каждой кампании, ключевых фраз в каждой кампании, сколько статус, допущено-недопущено, показы, клик и CTR, средняя стоимость клика, расходы заявок и цена заявки по каждой кампании. Ну, к примеру, по направлению выберем XCMG. В направлении XCMG 6 рекламных кампаний. В каждой рекламной кампании столько объявлений, да, в каждом объявлении столько ключевых фраз. Статус допущено-недопущено, всего показов по направлению XCMG было 804 тысячи, по каждой кампании было столько показов, всего кликов 9 тысяч, по каждой кампании столько. CTR по каждой кампании составил такой процент, средняя стоимость клика столько по каждой кампании, расходы на каждую кампанию такую сумму составили, заявок было столько, цена заявки составляла такую сумму, да. Да. Это также цели клики по месяцам, по направлению XCMG. То есть в 2014 году по направлению XCMG было выполнено 189 целей. Сейчас погрузится. Да, то есть баланс Яндекса по каждой рекламной кампании можно смотреть. Если вот здесь у вас будут деньги, и мы выберем XCMG, к примеру, вот видите, перерисовалось, сколько тысяч есть по направлению XCMG, по этой кампании. На эту кампанию на данный момент есть 4000, к примеру, да. она рекламируется. Пойдем дальше тогда. Анализ Яндекс.Директа. То есть всего расходов на рекламу, количество кликов за все время, средняя цена кликов также за все время, существование рекламных кампаний. Расходы по проектам, то есть по направлениям в таком графике представлены, да. CTR по кликам, CTR и количество кликов. Это направление, да, каждое направление. Это показы по каждому направлению, количество кликов, также общее можно смотреть, да, по каждому отдельно. Расходы на каждое направление в отдельности CTR, средняя цена клика, также сколько пришло лидов, конверсия перехода из посетителей в лиды и цена, цена, то есть заявки, да, цена сколько стоит лида. Цена заявки по географии. То есть здесь география. К примеру, захотели мы посмотреть, сколько у нас стоит цена заявки, средняя цена заявки в Москве и области по всем направлениям составляет 955 рублей. Сейчас, почему-то у меня не хочется погружаться. Все, вот. В среднем на Москву и область всего было израсходовано 77 тысяч рублей, количество кликов было 10 тысяч рублей, средняя цена клика по Москве и Московской области составила 7,5 рублей. По направлению в Москве и Московской области самое много потратили по направлению XMG. К примеру, по направлению XMG было израсходовано 17 тысяч 250 рублей. Вот столько это принесло показов, столько принесло кликов. Такой был CTR, средняя цена клика. получили 22 лида и цена лида составила 783 рубля. Средняя цена клика в Москве и области по направлению XMG составила 11 рублей 99 копеек. С этим понятно чуть-чуть? Ага. К примеру, если у нас остался фильтр XMG и мы переходим на какой-нибудь другой экран, то он автоматически применяется к этому экрану. То есть фильтром все графики перестраиваются под направление XMG. Если убираем этот фильтр, то все показатели перестраиваются под общий график. В общем, по директу вот так. Перейдем в CRM-систему, да, тогда посмотрим. Главные показатели. Это просто у нас сделано. Допустим, вот смотрите. Вот одно приложение, одна компания. Если мы откроем показатели, вот все будут экраны, которые сделаны для вашей компании, здесь находиться. Вы можете переключаться или вот так, или вот так стрелочкой. Это разные компании, как бы я вам показываю, да, презентационно. Да. Да, давать тогда побыстрее чуть-чуть буду. Здесь главные показатели в бизнесе показываются, то есть чистый ROI с учетом всех расходов, прибыли того, здесь ROI показывается в разах. То есть чистый ROI составил 1,68 раз. Доходы и расходы по месяцам, к примеру, в октябре месяце прибыль составила 391 тысяча, из расходовали 70 тысяч, пришло 461 тысяча в общем. Здесь еще можно смотреть маржа по менеджерам и по месяцам. К примеру, если у вас несколько менеджеров будет в компании, больше двух, то каждый месяц раскрасится в другие цвета, да. Будет больше градация цветов, допустим, не два цвета, а несколько их. Здесь можно посмотреть по дню в декабре месяце, сколько заработал каждый менеджер. То есть Александр 4 декабря заработал 255 тысяч, Олег заработал 19 декабря 168 тысяч. Заработал маржи, да. И по каждому менеджеру можно смотреть каждый месяц, сколько кто заработал. Если какой-то экран будет интереснее, можете сказать, я на него переключусь. В таком формате. Ага. Давайте, хорошо. Здесь продажи. Продажи по месяцам и по менеджерам. Если в других графиках было февраль, к примеру, и стоял Сергей, Олег и Александр, то здесь берется менеджер, и все месяцы, которые он продавал, берутся, прикрепляются к нему. То есть Сергей продавал в феврале, в марте, в июне и в июле на эти суммы. Олег в августе и в октябре на эти суммы, да. Вот конверсия по менеджерам, имя менеджера, сколько у него было клиентов, сколько ему пришло клиентов, сколько он открыл сделок, сколько совершил продаж, сумма продаж, на который он совершил, и конверсия менеджера в продажу. То есть если мы посмотрим отдельного менеджера, допустим, Олега, который совершил, открыл сделок 4, то увидим, что он открывал их в августе и в октябре по две сделки. Вот в августе он заработал 10 миллионов, в октябре он заработал 6 миллионов, Олег. Здесь количество продаж по месяцам в количестве, то есть в цифрах, да. Две продажи в июне было, две продажи в июле было. К примеру, у Сергея было 6 продаж в феврале, 2 в марте, 1 в июне, 2 в июле. Больше всего в июле он продал на 6 миллионов. Всего открыто сделок 11 было, да. Так, дальше. Не вижу какие-то... А, вот эти? Вот эти, да? Это переключение между... Да, маркетинговые показатели. Это вот, можно переключаться вот так. То есть следующий экран будет маркетинговые показатели. Это, да, переключение по экрану, да. То есть нажмем на эту стрелочку, он перейдет на маркетинговые показатели. Да. Стоимость лида по направлениям в маркетинговых показателях, стоимость лида по направлениям, по каждому направлению вашего бизнеса, доходы и расходы по ключевым словам. То есть здесь будет весь реестр ваших ключевых слов, сколько израсходовали на это ключевое слово, сколько заработали с этого ключевого слова, количество лидов, сколько к вам пришло по каждому из ключевых слов. Так, сейчас. Вот. Вот в таком они будут расположены порядки. То есть роми по направлениям, роми по каналам. Если посмотрим, допустим, направление какое-нибудь, ну, XMG, к примеру, да, посмотрим направление, где стоимость лида составила 202 рубля в среднем, то увидим, что роми по XMG был 10,8 раз, роми по каналам по Яндекс.Директу составил 4,97, а по остальным каналам, не отслеживающим, 6,1. Вот количество лидов по ключевым словам по направлению XMG. Больше всего лидов пришло с прямого запроса XMG, 17 лидов пришло. Вот эти все ключевые слова, сколько с них заработали, сколько израсходовали на эти ключевые слова по направлению XMG. Если хотим какую-то группу посмотреть, то просто выделяем несколько направлений и применяем их как фильтр, да, чтобы не смотреть все. Дальше пойдем. Лиды, то есть сейчас начинается CRM-система. Первое, что, куда попадают касания ваши, это лиды, да, то есть всего лидов у вас сейчас находится там 2143, вот так они распределились по менеджерам, распределились по месяцам и по менеджерам они вот так. Градация цветов – это цвет каждого менеджера отдельного. То есть в июне месяце, к примеру, у Надежды был 41 лид, а у Евгения был 31 лид. Если погрузимся в месяц июнь, то увидим сравнительные графики, на которых будет показано каждый день, сколько лидов кому приходило, да. Больше всего лидов было 2 июня, и больше всего лидов было у Андрея 2 июня, да. Количество лидов по дням также, общее количество за все время по дням, количество лидов по ключевым словам, сколько пришло лидов с каждого ключевого слова. Здесь написано лидов и счетов, то есть сколько пришло лидов, а сколько сделали продаж по тому или иному ключевому слову. То есть если пойти от чуть-чуть другого, от Олега, к примеру, от менеджера, всего у него было 599 лидов, по месяцам они распределились вот так, по дням они распределились вот так за все время его работы. Количество лидов по ключевым словам распределилось вот так у него. То есть вот эта стрелочка, вот эта черточка, это значит, что не отслеживается с какого ключевого слова. Может холодные звонки или какие-то заявки, да, сами звонили люди. Дальше после того, как следами поговорят, лиды переходят в базу данных компаний, да, то есть клиентов. Клиенты по менеджерам распределяются в компании вот таким образом, по направлениям они распределяются вот таким образом в компании, всего клиентов 1600, по городам, по географии они распределились вот так. Создано клиентов по месяцам и по менеджерам такое количество, к примеру. Допустим, если выберем направление тягачи, по которым было, по которым есть 265 клиентов, больше всего клиентов по направлению тягачи, у Олега один, у Сергея по месяцам создавались клиенты таким образом. То есть каждый цвет, то есть Олег соответствует вот этому цвету, да, одинаковые цвета. По географии распределялись вот так клиенты. Это также не отслеживается, то есть или U3 метки плохо настроены, или не указывалось в CRM системе, откуда, с какого города клиент. К примеру, 12 клиентов с Москвы. 12 клиентов с Москвы по направлению тягачи у него было. Так они распределились по месяцам. По клиентской базе понятно, что можно видеть? То есть после того, как клиент соглашается на сделку, открывается в CRM системе сделка, да, здесь мы можем посмотреть воронку по сделке, какие статусы у вас стоят в сделках. То есть когда ведется сделка, у вас же, скорее всего, разные статусы. Там, да, КП отправлено, отказ или что-нибудь типа того. Да, 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 да. То есть вот здесь... Не понял. А, ну это потому что специфический. Тут можно очень много и можно очень детально куда-то погружаться. То есть можно долго на этом экране зависать. Да, ну вот, то есть я и рассказываю. Вот 7 этих статусов будет вот здесь. Здесь их больше, да, как видно. И какой клиент в каком статусе сейчас находится, можно отслеживать. Количество сделок всего открытых. Да, то он станет фильтром и все покажется про клиент думает. Количество в статусе сделок клиент... Количество сделок в статусе клиент думает 60. Вот на сумму 648 миллионов. То есть открыты... Они были открыты по месяцам вот так. Распределились. Выграно сделок по месяцам вот так. Ну, это уже не сюда, скорее всего, относится. Выграно сделок. По менеджерам распределились эти сделки вот так. Да? Больше всего было у Александра. Больше всего у Александра в статусе клиент думает сделок. Да. Если посмотреть, например, выставлено счетов по месяцам. Здесь счета выставлены в денежном эквиваленте. Если посмотрим декабрь месяц, к примеру, то увидим, что сделок заключено было 2. Заработано 423 тысячи. Вот так они распределились по менеджерам. Средний чек был 211 тысяч рублей. Вот еще можно вот так посмотреть процент по менеджерам. Выиграно сделок было. Открыто сделок в октябре одна, в декабре одна. Выиграно сделок в декабре одна и в октябре одна. Так же. На сумму 5 с чем-то миллионов. Там было 5,8. И каждый отдельный статус можно так же анализировать. В статусе новых находится 62. На сумму 800 миллионов. Открыто сделок по месяцам в статусе новых. Вот так распределились. Выиграно сделок. Вот так. Или же пойти от открытых сделок по месяцам. К примеру, в сентябре месяце открыто было сделок 100. Вот в таких статусах они находятся, все эти сделки. Вот так они распределились по менеджерам. Вот так по дням. К примеру, в сентябре месяце, 16 сентября, количество сделок открытых было 8. В том числе 5 сделок открыл Александр, 3 сделки открыл Олег. Тут еще, если грамотно все будет ввестись, то средний чек, если в этот день что-то выиграют, они закроют на продажу, показывается. И сколько они заработали. Вплоть до каждого дня. Чуть-чуть понятно по этому экрану? Угу. Нет, то есть это все разрабатывается индивидуально, можно разные показатели каждого бизнеса выводить в панели, просто я показываю возможность, что в принципе можно делать, что реально. То есть можно погружаться каждый день, в каждый день, по каждому менеджеру смотреть каждую сделку, когда она была открыта, в каком статусе находится. То есть вот такие детальные вещи можно смотреть. И какие-то детальные такие же вещи в вашем бизнесе также можно смотреть. Вот к этому ведется презентация, да? Да, да. То есть сделка, если у вас ведется в CRM-системе, то это все из CRM-системы берется. Дальше касание по сделкам, такая же воронка, как на предыдущем слайде, да, была. То есть также открыто сделок по месяцам, сколько, количество сделок, сумма этих сделок. И вот здесь есть показатель, реестр, реестр сделок, да. То есть ID каждой сделки, название сделки, отвечающий менеджер за эту сделку, комментарий, который он ставил. Ну да, смотрите, комментарий, который он оставил. И то есть касание, когда последний раз ваш менеджер касался с этой сделкой. К примеру, они договорились, вот здесь стоит статус подготовить КП, да, отправить, подготовить КП. И вот он этот статус поставил 26 сентября. И прошло 253 дня, 235 дней с того момента, как он поставил статус, КП готовится, да, и не отправлять человеку КП. То есть, скорее всего, да, это ведется в CRM. Также это можно наблюдать здесь, да. Это все ведется где-то, да. Мы забираем эти данные и выводим их в такие вещи. То есть, эти показатели, эти данные по-любому где-то ведутся. То есть, если посмотреть каждые сделки, там открыто сделок по месяцам, то мы посмотрим август месяц и все сделки, которые были открыты в августе месяце, и как они ведутся. Здесь суть этого экрана в том, чтобы отслеживать, как часто вообще забывают ли ваши менеджеры общаться с клиентами, со сделками. То есть, допустим, или отправили КП, и он вам его не высылает обратно, да, там, или ответ не дает. Отправили, допустим, КП и ждете ответа от него. То есть, надо же касаться с ним тоже, с клиентом. Звонить, узнавать. А если не касается, он тут, скорее всего, через 100 дней, он про вас уже и не вспомнит, да. В статусе закрыто, это значит, сделка совершилась, сделку продали. Получили деньги. Если погрузимся, да, к примеру, там, в 12 августа, то вот все сделки за 12 августа, все комментарии, ID сделки, то есть, как он называется, то есть, чтобы зайти можно было в CRM-системе, да, и что-то там исправить. Так они распределились по менеджерам, там, 12 августа было открыто 5 сделок, по Олегам было открыто 5 сделок, было открыто 2 сделки Александром, и одна сделка Андреем была открыта. Вот все количество сделок, в каких они статусах находятся, и количество задач, выполняемых по этой сделке в день. Так, дальше конверсия по менеджерам. Конверсия, то есть, имя менеджера, сколько он взял себе лидов, какое количество клиентов он сделал из этих лидов, сколько открыл сделок, сколько совершил продаж, сумма продаж и конверсия в продажу менеджера. Конверсия в виде графика, столбиков, да, конверсия менеджеров, потом продажи по месяцам и по менеджерам, также в суммах, в деньгах. К примеру, в августе Олег продал на 10 миллионов. Да, тут в августе его конверсия составила 5%, да, вот, в продажу, в продажу, из сделок в продажу. То есть, вот, лиды, потом контакт, да, сколько он создает. Да, чтобы они следили, в принципе, как они работают. Так, дальше. Задачи по отделу продаж. Вот здесь отслеживается эффективность ваших менеджеров, как они работают, работают ли они вообще в принципе. Среднее количество задач по отделу продаж. Задача – это либо звонок, касание с клиентом, если обобщить термин задача, да. Задача – это либо звонок, либо письмо, либо какая-то сторонняя задача там. Всего задач было 9 380 выполнено штук. Вот так эти задачи распределились по менеджерам. Вот так среднее количество задач в день по менеджерам, как распределяется. Так, завершенные задачи по месяцам. То есть, если мы оттолкнемся от Олега, который больше всего сделал, выполнил задач, выполнил 3 700 задач, там, штук. В декабре месяце – 948. В декабре он выполнял в среднем 30 задач в день. Вот так они распределились по каждому дню эти задачи. То есть, у них… Да, да. То есть, к примеру, окей, уровень хороший у них 50, минимум надо делать 30. Он работал вот так. То есть, это его эффективность работы. То есть, допустим… Да. Нет, это и данные такие, и… Ну, это реально. 50 задач. Да, конечно. Можно 30. 30 точно реально. Да, как бы касаться с вашей базой клиентов, там, отправлять письма, звонить новым. Ну, 30 людям в день позвонить – это, ну, не так много. Чтобы, чтобы сопротивляться, там, этому. Ну, вот, чуть-чуть понятно, да, по задачам тоже. Воронка продаж по маркетингу показывается. Здесь слева направление бизнеса, также, который есть, там, XCNG, Hyundai, Small Data. Здесь общие показатели, всего показано было, там, 2 миллиона раз. Из-за 2 миллионов показов продаж было 28. Также показатели, там, средняя цена клика, средняя цена льда, средняя стоимость привлечения заказа, CTR, конверсия перехода на сайт и конверсия в продажу, да. Заработали всего за рекламную кампанию, там, на маркетинге потратили 396 тысяч, заработали 2 миллиона 357 тысяч. Роми составил 5,96 раз. То есть, Роми по каналам, по Яндекс.Директу составил, там, по направлению Hyundai 16,7 раз, по Google AdWords 16, по направлению Hyundai 11,1 раз. По направлению Hyundai, Роми был общий 27, по направлению Small Data 30, самый маленький Роми был в направлении тягачи. Если выберем какое-то направление, Hyundai, выберем, к примеру, Hyundai, по направлению Hyundai было показов столько, выставлено счетов столько, показатели были вот такие. И средняя цена клика, средняя цена леда, CTR, конверсия, ставили столько. На это направление заработали они 750 тысяч, потратили 26, маржа была 723, а Роми составил 27,82 в целом, да. В том числе, Роми по каналам, по Hyundai в Яндекс.Директе Роми составил 16,7 раз, в Google AdWords 11,1 раз составил. И по каждому направлению можно смотреть, то есть Роми эффективность, сколько заработали с каждого направления, сколько потратили на каждое направление. И от этого отталкиваться, да, сколько было показов, столько было счетов и так далее. Затраты у вас идут в Яндексе, то есть здесь маркетинговые показатели больше, это у вас реклама, реклама ваша интернет. Да, у вас заработанные деньги хранятся или в 1С, или в ЦРМ системе, то есть это прибыль, это счета ваши, затраты, это расходы на рекламу. Из этого и делается, то есть воронка продаж по рекламным показателям. То есть здесь Роми, Рой, если это чистый показатель окупаемости инвестиций, Роми это показатель окупаемости, да, маркетинговых инвестиций. Здесь по маркетинговым инвестициям, да. Воронка по компании. То есть здесь по месяцам, как распределились клиенты, сделки, счета, маржа и конверсия в продажу, да, клиента. Здесь как распределились по направлениям, также клиенты, сделки, счета, маржа и конверсия. Конверсия по направлениям бизнеса вашего в процентах и маржа по менеджерам в деньгах. То есть, допустим, по направлению смолдата конверсия составила 12,3%. Менеджер больше всего заработал 383 тысячи, Сергей, да. Для этого по направлению смолдата у него было 9 клиентов, 9 сделок, 16 счетов. Ну, тут нереально это, конечно. Ну, маржа была там 383 тысячи, к примеру, да. Также так они распределились по месяцам. То есть, 8 клиентов пришло к нему в феврале, 1 клиент в марте. То есть, здесь направление, а здесь месяцы, когда пришли эти клиенты, когда были продажи у того или иного менеджера. Посмотри. Ну, сейчас мы смотрим менеджера Сергея по направлению смолдата. Как у него распределялись продажи по месяцам. Какая у него эффективность конверсии была. Да. Продолжаем. Конверсия, то есть, понятно, да, стало, что по направлению смолдата менеджер Сергей, его счета распределились по месяцам вот так, заработал вот так, конверсия его была такая. Понятно, да? И по каждому направлению можно также смотреть, допустим. По Hyundai конверсия была 1,9, менеджер эту конверсию сделал там Александр. Вот так распределились по месяцам. В январе был один клиент, сделок одна, счетов одна. И так же по каждому месяцу. Воронка по менеджерам теперь. То есть, имя менеджера, так же сколько к нему пришло клиентов, сколько из клиентов у него перешло в сделки, сколько из сделок он продал, на какую сумму продал, и конверсия менеджера, то есть, конверсия каждого менеджера, реестр счетов, кто сколько открывал счетов, то есть, ID счета, дата открытия, сумма счета, наименование, менеджер ответственный и цикл сделки, сколько дней велся. Например, маржа по направлениям. Если посмотреть направление XMG, которое было самое прибыльное, миллион сто девяносто три, то больше всего заработал Олег восемьсот семьдесят девять тысяч. К примеру, посмотрим Олега, вот все эти счета его, которые он заработал по направлению XMG. Так, закрылось. Так, секунду. По направлению XMG Олег, у Олега было четыре сделки на сумму восемьсот семьдесят девять тысяч, его конверсия была сто процентов. То есть, вот эти сделки, суммы этих сделок, цикл сделки, которые он вел по каждой сделке, сколько дней он вел каждую сделку. Тот или иной менеджер. Можно пойти от обратного, к примеру, от менеджера. Допустим, у Александра было больше всего. Александр заработал по направлению XMG. По направлению XMG заработал сто двадцать тысяч, по направлению Hyundai семьсот пятьдесят тысяч. Вот эти сделки. Сумма этих сделок, наименование, менеджер и цикл. Сколько дней велась эта сделка. Алло. Сейчас. Да. Ну, дальше пойдут экраны, которые я вам уже показывал, по рекламным кампаниям Директа. В принципе, то же самое, что и в Яндекс.Директ демо. Вот здесь детально. Могу еще раз рассказать. Да. То есть, каждая рекламная кампания, которая у вас есть в бизнесе, да, там, в рекламе, что-то он у меня тут сам нажимает. Сколько в каждой кампании объявлений, сколько в каждой кампании ключевых фраз, баланс каждой кампании, сколько составляет. Там не было такого, здесь добавился поле, баланс каждой рекламной кампании. То есть, сколько было показов по каждой кампании, кликов в каждой кампании, расходы на каждую кампанию, CTR в процентах, да, средняя стоимость клика, сколько пришло лидов, и средняя цена лида, сколько стоила по той или иной рекламной кампании. Ну, к примеру, рекламная кампания DUSAN Поиск, да. Так, не хочет. Вот, DUSAN Поиск, было объявление там 382, цена лида стоила 2000, уже 170. По направлению DUSAN расходы составили 25 тысяч, вот так клики распределялись по месяцам. То есть, сумма, потраченная сумма 1300 и цена лида составила 170 рублей по месяцам. А если пойти от направлений, то, к примеру, направление тягачи, было затрачено 44 тысячи на направление тягачи. Вот компании, которые есть в направлении тягачи, то есть, тягачи БУ старые, тягачи БУ новый поиск, тягачи БУ новые RCA, да, сколько объявлений в той или иной компании, сколько ключевых фраз, баланс каждой компании рекламной, показы, клики, расходы, CTR в процентах, CPC, лиды и цена лида, сколько составляла. Это понятно чуть-чуть? Отлично. А тут идет анализ Яндекс.Директа детально. Это тоже уже показывал, просто чуть-чуть измененные они, да. Цена лида по размещениям, география, общие затраты, количество кликов, средняя цена клика, количество по дням и расходы, расходы по проектам, вот здесь все проекты, CTR и количество кликов, там ключевое слово, направление, показы, клики, расходы, CTR, средняя цена клика, сколько пришло лидов, конверсия перехода и средняя цена лида, то есть цена клика по площадкам, цена клика по размещениям. Да? Давайте тогда чуть-чуть про денежный показатель еще покажу, строительного бизнеса, да? Да. Строительная тематика довольно сложная и здесь очень удобно такие графики иметь для тех, у кого могут возникнуть кассовые разрывы. Здесь показано поступление, сколько поступило средств, сколько они сделали выплат, сколько потратили в этом месяце и сальдо, то есть разница между поступлением и выплатами. Допустим, самое прибыльное здесь был в декабре месяце, да? В декабре месяце поступило у них 1 млрд 620 млн, выплат они сделали на 562 млн и прибыль сальдо у них составила миллион миллиард 500 тысяч примеру также также у строителей принято кросс финансирование вкладывать в проект раньше до сдачи проекта да в общем и после сдачи проекта получать полную сумму оплат это удобно для того вот у кого есть кросс финансирование допустим в проекте храм у них они уже заработали все свои деньги то есть 377 миллионов они заработали с проекта храм в проекте сколково у них еще 210 миллионов средств их денег инвестиций в этот проект который еще в нем есть которые они еще не вытащили оттуда то есть чтобы сильно много не вложиться во все проекты если их много да хорошо отслеживать их вот так сколько денег в каком проекте находится еще в минусе а сколько уже в плюсе сколько они уже забрали оттуда если пострелить по месяцам допустим тот же декабрь то видим по декабрю то есть остаточных денежных средств и потоков по проектам в перинатальном центре поступило к ним пятьсот двадцать семь миллионов самое мало поступило в по проекту улица брянская 45 миллионов на также выплаты по статьям зарплаты авансы подрядческие работы особые какие-то расходы и прочие туда-сюда там также можно отслеживать это все график платежей дата проект наименование конструктива контрагент и выплаты которые были совершены в деньгах то есть вот например 1 1 июня 2015 года проект реконструктор реконструкция котельной наименование конструктива спец здания т.п. котельная и прочее контрагент подрядчик их они заплатили ему 320 тысяч да ну и так по каждому проекту можно смотреть если можно разворачивать полностью и смотреть в развернутом виде также для удобства дальше бюджеты факт доходов и расходов здесь все проекты выражены в таком виде да то есть показатели прибыли показаны выручка общая в миллионах рентабельность проекта к примеру там рентабельность было выручка была там 10 миллионов общая прибыль была 2 миллиона вот так по каждому проекту в процентах составе составляла рентабельность там по проекту строге на строге на рентабельность была 27 и 6 процента к примеру выручка по месяцам больше всего они выручили в 3 в месяце феврале 3 3 76 миллиарда также затраты затраты по месяцам к примеру в декабре месяце они потратили общем в общем 2 миллиарда 320 320 миллионов в том числе на подрядческой подрядные работы они потратили миллиард в том числе на материал они потратили 732 тысячи и на зарплаты они потратили 293 миллиона да также по каждой статье можно посмотреть в отдельности по затратам понятно что можно смотреть как бы здесь что важно здесь важно смотреть вот рентабельность проекта насколько у них было выручка с проекта сколько была прибыль с проекта исследовать каждому проекту можно отдельно посмотреть пример вот по проекту храм у них составе Выручка была миллиард двести, а прибыль была 345 миллионов. Вот так поступали денежные средства по месяцам. Вот такие затраты были по проекту храм. То есть у них затраты по месяцам в основном были на подрядные работы. Они все отдавали на подряд. Рентабельность составила 28% по этому проекту. Ну как бы основное, такие показатели, в принципе здесь все. Бюджет, факт доходов и расходов. Здесь экранов нету больше. Как-то так. Да, подс... Да. Да. Да, у вас вопросы остались какие-нибудь? Ага, понял. Угу. Понял. Николай, ну в целом решение вам подходит, да, наше? Да, хорошо. Давайте тогда, Николай, поступим следующим образом. Как бы сразу доступ пока не нужно давать. Проведем аудит компании, да, чтобы наши технические... Да, да, в общем от вас требуется аудит. Мы вам вышлем лист аудита. А, кстати, тогда продиктуйте, пожалуйста, свой e-mail сразу, чтобы я мог высылать куда-то данные. А, все, в скайпе, да, скинули? А, все, в скайпе. Продолжение следует...